Минтрут России подготовил проект о внесении изменений в законодательстве о социальном контракте. Этот вид материальной помощи разработан правительством для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Заключив такой контракт с органами исполнительной власти в субъекте России, можно получить от 40 до 150 тысяч рублей. Ранее предполагалось, что целевое назначение денег – предметы первой необходимости и лечения. Сейчас Минтрут предложил расширить список и включить в него одежду, обувь, товары и услуги для детей, аренду помещений, в том числе для открытия небольшого бизнеса, а также покупку материально-производственных запасов. Ранее российская газета указывала, что правительство намерено выделить на субсидию 7 миллиардов рублей в 2020 году. Однако воспользоваться социальным контрактом смогут жители 21 региона. Ранее планировалось, что в пилотном проекте будут участвовать 13 субъектов, но в 2021 году норма будет применима по всей стране, и на нее будут выделены 22 миллиарда рублей. Получить субсидию смогут семьи с доходом ниже прожиточного минимума, причем приоритет будет отдаваться семьям с детьми. Одинокие люди также могут рассчитывать на поддержку, представив соответствующие документы. Представляете, до чего довели жители страны, что приходится ждать помощи на еду и одежду, при этом доказав, что ты малоимущий. У нас каждая вторая семья нуждается в помощи. И это в стране, где огромное количество богатств, только ими обладает избранная кучка олигархов. Все должно принадлежать народу. Если поддерживаете, то поставьте лайк. Если у вас есть вопросы, то задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова